Не знаю, как его там обозначить. RQ от F. Вот, то есть если у меня есть функториальная такая штука, то я должен сделать так. Но если у меня функториальной нету, то, в принципе, то я могу просто на уровне объектов, не на уровне морфизмов, а на уровне объектов, значит, вот это все дело выбрать. То есть для каждого... То есть у меня тут есть выбор, да? Вот этот вот, он неоднозначно определен. Ну, там есть разные выборы Q от X. И вот RQ от X тоже неоднозначно определен. Вот я должен каким-то образом выбрать, неважно каким, любым. То есть, ну, в принципе, я не знаю, насколько это корректно, да? Потому что там немножество. Я должен там для каждого элемента немножество выбрать там что-то и дальше с этим играться. Вот, в общем, в общем, а после этого я, значит, если у меня не функториально, вот этот вот морфизм должен строить. И оказывается, что его можно построить, он является, он определен однозначно с точностью до гомотопии. То есть любые два, правый в данном случае, это неважно, в общем. То есть два таких вот морфизма, они... Значит, у меня даже там была шпаргалочка, которую я для себя нарисовал. Вот, как это все происходит. Ну, давайте, значит, я, ну, не знаю, я могу не предполагать. Могу, конечно, предполагать. Могу, ну, в принципе, я могу даже не предполагать, что... Ну, ладно, давайте, давайте, допустим, я вот этот вот как-то построил, функториально там или вот сейчас как я это буду делать, и тогда я говорю, что вот эта категория Хо от С, она определена следующим образом. Значит, объекты Хо от С, гомотопическая категория, это то же самое, что объекты С. Вот, а морфизмы Хо от С от Х-Игрек, это, значит, С от Р-Ку-Х Р-Ку-Игрек, вот, по модулю гомотопической эквивалентности, которая, так как они фибрантные и кофибрантные, это тут уже неважно, правый там или левый. Левый или правый? Правый, неважно. Окей? Ну вот, значит, ну и, да, ну вот такое-то я могу всегда сказать, если я имею какие-то выборы, но дальше же мне нужно построить функтор из С в Хо от С. Ну и для того, чтобы такой функтор построить, мне нужно иметь вот это отображение. То есть мне для любого отображения Ф из Х в Игрек, да, мне нужно построить вот некое такое отображение, которое определено, ну, либо у меня есть функториальное разложение, и тогда оно вообще однозначно определено. Но мне достаточно даже, чтобы оно было определено однозначно с точностью до гомотопии, потому что, так как у меня вот этот Хом определен с точностью до гомотопии, то вполне мне это все устраивает. Если вот это отображение было бы определено с точностью до гомотопии. Вот. Ну и дальше, значит, вот у меня есть такое отображение. Давайте я сначала вот те же самые общие слова, которые я сказал здесь, я просто повторю. Вот. Значит, почему у меня это отображение переводят слабые эквивалентности в слабые эквивалентности? А, то есть в изоморфизм, извиняюсь. Почему? Вот эта там гамма, да, она называлась C в код C. Ну, то есть, да, еще раз, значит, чтобы построить такое вот гамма, единственное, что мне надо, это знать вот, что на морфизмах такая штука есть, которая от identity переходит в identity и от композиции переходит в композицию. Ну, если у меня еще раз есть функториальная замена, то это автоматически, но это не обязательно. То есть, вот я сейчас покажу потом, как можно это дело строить, не используя, не обязательно. Вот. Но почему? Ну, тогда у меня такой функтор есть. Значит, почему он переводит переводит слабые эквивалентности в изоморфизмы? Ну, как было сказано, он это переводит из-за теоремы Уайтхена, потому что... Да, почему, значит, потому что вот у меня есть... Значит, потому что мне нужно... потому что пусть F из X в Y в W, то есть слабая эквивалентность. Слабая эквивалентность. Значит, тогда... Тогда RQ от F из RQ от X в RQ от Y тоже слабая эквивалентность. Вот. Это утверждение. Значит, надо доказывать. Ну, его доказательство очень просто, потому что у меня вот этот вот RQ от X и мой исходный X, он соединен с домиком. И это на самом деле самое время вот какие-то вот обозначения тут определить. Вот это Q от X в X я могу обозначить PX, допустим, а вот это я могу обозначить GX, да? то есть значит, что у меня есть PX Q от X в X и GX RQ нет, неправильно говорю. Q от X в RQ от X, да? И оба слабые эквивалентности. Оба слабые эквивалентности. Вот. Ну, раз они оба слабые эквивалентности, если в том или ином виде, ну, если это функториально, то это напрямую верно, если не функториально, то я должен там сконструировать эту вот RQ от F, это тоже будет видно. То есть, в общем, по крайней мере, отсюда что видно? Что X и вот этот вот RQ от X, они связаны таким домиком. То есть у меня есть вот Q от X, который отображается сюда, отображается сюда, и оба отображения слабые эквивалентности. Вот это вот P от X, да? А это G от X. Вот. Ну и теперь как? Ну, теперь на самом деле вот эти же в любом случае, функториально или не функториально, вот это вот RQ от F строится в два счета. То есть сначала у меня есть, значит, X в Y и вот есть это Q от X в Q от Y. если это F, это будет Q от F, это будет P от X, это будет P от Y, да? Вот. И в этой диаграмме, заметьте, все три стрелки, кроме, возможно, вот этой, слабой эквивалентности. Значит, F, ну, если F слабая эквивалентность, да, я предположил, что F слабая эквивалентность, тогда F P от X P от Y слабая эквивалентность. Ну, тогда, значит, из аксиомы, там, первый или какой-то там по счету, второй следует, что Q от F тоже слабая эквивалентность. Тоже слабая эквивалентность. Вот. А, значит, после этого я должен этот же трюк проделать еще один раз, теперь уже care, теперь у меня тут есть G от X, и тут есть, ну, Q от X точнее, да? Нет, G от X это называлось, и тут G от Y, вот, и тут у меня будет стрелка R Q от X R Q от Y, и опять-таки, значит, Q от F мы уже знаем, что слабая эквивалентность. Слабая эквивалентность. Вот. А дальше, значит, есть G от X и G от Y, они слабые эквивалентности по построению. Слабые эквивалентности, там, по построению. Отсюда следует, вот, из этого свойства, там, два из трех, что R Q от F тоже слабая эквивалентность. Тоже слабая эквивалентность. Слабая эквивалентность. Все, прекрасно, значит, она слабая эквивалентность, и она слабая эквивалентность. И я теперь использую теорему Айтхида, потому что у меня эти два объекта, фибрантные и кофибрантные, то есть получается, что это слабая эквивалентность, между фибрантными кофибрантными объектами сейчас можно допишу и отвечу да значит я повторю да еще раз смотрите у нас есть вот я это тут было нарисовано мы повторю значит у нас есть начальная начальный объект он является к пределам пустого множества пустого диаграммы у нас нулевая там ли 1 аксиома говорила что все конечные ну окей конечные сейчас обычно говорят что малые ну допустим даже как минимум конечные пределы и копределы существуют а значит существует при копредел пустой диаграммы это всегда начальный объект и предел по пустой диаграмме это всегда финальный объект а а я понял да извините пожалуйста нет ну вот это да вот это вот значит интересно это правильный вопрос значит окей значит ну потому что потому что вот это называется кофе функтор кофе кафибрант и замена это может быть функтором ну вот и во многих книжках пишут что это вообще функтор то есть то что это функтор это означает что qf существует вот просто данность некоторая то есть не только вот это вот разложение там существует а она функториально но но мы сейчас это это мы не будем это предполагать мы сейчас это немножко сделаем и без этого предположения нет значит пока я просто объяснил почему допустим предположим что вот он существует до либо четко определенный либо с точностью до эквивалентности вот но тогда из этой диаграммы то есть существует в том смысле что обе эти диаграммы всегда коммутативные независимо от функториально это или не функториально они коммутативны отсюда следует знать что это слабая эквивалентность между фибрантными и кофибрантными объектами а тогда из теоремы уайтхеда уайтхеда следует что вот это арку от f гомотопическая эквивалентность гомотопическая эквивалентность да а значит изоморфизм а значит изоморфизм изоморфизм в хуа ци вот то есть мы значит построили такой ну по модулю вот этого вот арку от f с которым надо пояснить дело мы построили значит такой функтор из c в хуа ци а вот который переводит слабые эквивалентности в изоморфизм и что есть хорошо вот ну давайте не ну не знаю там окей сейчас еще чуть можно поговорить значит давайте мы на что сделаем ну можно попытаться еще немножко помахать руками насчет того почему эта штука имеет вот это универсальное свойство да то есть почему давайте вот я это объясню а потом уже будем там говорить про арку от f вот ну то есть почему у нас вот есть вот этот существует и единственный там такой функтор f со звездочкой есть Игорь правильно говорит, что Q от F надо построить не в гомотопической категории? Ну да, его можно построить, его можно вот этой аксиомой поднятия построить, да? Ну давайте начну тут писать, потому что там доска сохнет. Значит действительно, вот как построить вот это, Q от F сначала? Неоднозначно, конечно. Ну сейчас, значит у нас есть такая диаграмма, вот начальный объект, он отображается в Q от X, это кофибрация. Он отображается также в Q от Y, вот, это отображается в X и это фибрация и ациклическая при этом фибрация. А вот что вот это за стрелка, это, то есть он отображается здесь в Y, а эта стрелка, это значит композиция. Значит мы сначала берем вот эту вот P от X, вот через X, да, а потом применяем F. Вот. Ну эта диаграмма, значит, коммутативна по тому же самому разумению, как было раньше, потому что из начального объекта существует ровно один мархизм в Y. Вот, ну значит у нас есть какая-то, какая-то такая штука Q от F. Значит дальше утверждается, что это Q от F определено однозначно с точностью до левой гомотопии. Значит, Q от F определено однозначно с точностью до левой гомотопии. То есть любые два выбора лево-гомотопные с точностью до левой гомотопии. Вот, ну и, значит, как мы это там доказываем, каким-то таким образом, значит мы берем Q от X, Q от X, значит... Нет, ну это означает, что если у нас есть два таких вот поднятия, то они лево-гомотопные, лево-гомотопные в левом смысле. Нет, то есть история такая, что у нас Q от X, вот мы вот эти вот выборы объектов, мы фиксируем раз и навсегда. То есть мы считаем, вот, ну, они либо там являются частью аксиоматики, либо у нас мы должны фиксировать, вот какие-то выборы. Мы можем какие-то удобные нам даже выборы фиксировать. Например, что если X исходно, фибрантный и кофибрантный объект, бывает удобно сказать, что Q от X R, Q от X равен тому же объекту, например. Вот это и вот это? Да. То есть найдется в смысле нижняя диаграмма, или в смысле верхняя диаграмма? На мой взгляд, в смысле верхняя диаграмма, да? Нет, ну заметьте, заметьте, что вот в смысле вот этой диаграммы, да, оно, вот это что же у нас P от Y, да? То есть заметьте, что у нас коммутативно вот этот треугольник, это то же самое, что коммутативность этого квадрата. То есть коммутативность у нас вот этого треугольника то же самое, что коммутативность этого квадрата. То есть у нас для любого выбора, который мы вот так вот делаем, квадрат-то этот все равно коммутативен. Да. Вот. Нет, а дальше мы говорим, что если у нас канонического выбора нету, то есть много-много выборов, при каждом из которых этот квадрат коммутативен. Точнее, вот эта диаграмма, на самом деле, то же самое, что коммутативен с квадрата. А, нет, все-таки иногда, значит, там у нас все-таки коммутативность несущественная нижняя, а в смысле верхняя, потому что в нижней диаграмме там х не участвует, на самом деле. Как же не участвует, когда вот у нас вот эта стрелка, она у нас через х идет, видите? Нет, ну, нет, мы ее там написали просто, как бы, но... Это вот определение вот этой стрелки? Нет, само поднятие нет, но при любом поднятии вот этот треугольник коммутативен, а этот треугольник, суть то же самое, что вот эта диаграмма. Нет, потому что в той диаграмме, через х, в той диаграмме, через х, в этой треугольнике, там х-а, где нет, поэтому... Здесь как-то то, что при композиции... А, да-да-да-да, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. А, нет-нет, а я просто неправильно, наверное, эту диаграмму... Сейчас, секундочку. Я, наверное, эту диаграмму... Сейчас, секундочку. Я думаю, что... Я ее, я просто стрелки неправильно нарисовал тут, поэтому такой вот у всех такая... Вот я стрелки вот должен был вот так вот нарисовать, чтобы все было правильно. Вот в этом и вся загвоздь. То есть, да, то есть эта диаграмма, это то же самое, что вот эта диаграмма. А, да-да-да. Вот, и я хочу, значит, что сделать? Я хочу построить... Хочу построить... Вот, тут это у меня, значит, цилиндр над q от x, а тут у меня в y, да. Значит, это вот пи, вот это, да. Пи, y. А это, значит, сначала в x, в q от x, точнее, это сигма, и вот это вот пи от x. Вот, вот так. Значит, ну да, ну то есть вот просто по определению эта диаграмма коммутативна, да, потому что по определению, в том смысле, что вот эта диаграмма, она вот, вот такой треугольничек, он дает identity на каждом из этих самых компонент, и поэтому дальше это просто коммутативность этой диаграммы, это просто то же самое, что коммутативность вот этой диаграммы для первого выбора и для второго выбора, да. Ну вот, а у меня, значит, существует вот такая стрелочка H, которая, собственно, дает мне гомотопию между вот этими двумя, то есть левую гомотопию, то есть эти штуки, они лево-гомотопные. А дальше, то есть понятно, да, то есть получается, что следствие такое, что qf1 и qf2 там лево-гомотопные, вот. Вот, а дальше я хочу теперь, дальше тут какой-то есть трюк, а именно, что я должен теперь взять вот композицию из этих самых q от y в арку от y, то есть, значит, мне же по-любому это надо, то есть вот у меня есть, допустим, q от f, неважно, первый там или второй, он из q от x в q от y, да, а теперь я, да, а теперь я беру вот эту вот стрелку из q от y в арку от y, в арку, в арку, извините, от y, вот, а тут будет арку от y, это вот стандартная вот эта проекция, g от y, ну, не проекция, отображение, g от y, вот. И поэтому после того, что я беру такую вот композицию дальнейшую, ну, значит, если у меня тут есть qf1 и qf2, которые лево-гомотопные, то после того, что я взял композицию, они тоже лево-гомотопные, то есть тогда, значит, вот их композиция, тогда, значит, следствие таково, что qf1 посткомпозиция с g и y, и он лево-гомотопен, qf2 композиция с g и y. Но теперь, вот, зачем я это делал-то? Потому что этот объект, он теперь фибрантен, то есть отсюда следует, что они и право-гомотопные, да, потому что мы там вначале доказали сегодня, qf1 право-гомотопно, g y, qf2. Вот, прекрасно, а если они право-гомотопные, то мы теперь должны тут немножко похимичить дальше, вот, я не знаю, вы, наверное, это все, сами уже все можете придумать, то есть теперь идея, что я вот эту вот правую гомотопию хочу поднять до rqfx, да, понимаете, да, я в результате докажу, что они право-гомотопные, то есть любые два выбора, вот, два разных выбора вот этого rqf, оно право-гомотопно. Ну, могу написать, там, я не знаю, я не уверен, что у меня хорошо получится, но... А это может доказать, что такое объект, и qf2-гомотопные? Лево-гомотопные, это мы доказали, да, это мы доказали вот из этой диаграммы, потому что вот эта вот кофибрация, просто, ну, мы по определению цилиндра... Вот это вот цилиндр от q от x, да, вот это мы рассмотрели такую диаграмму, мы пояснили, что она коммутативна, потому что вот это вот тождественные, вот тождественные два отображения, а остаток, вот он, его коммутативность, это в точности коммутативность верхнего квадрата для qf1 и qf2. И дальше мы вот просто, да, это мы задаром сделали практически, а дальше, значит, мы таким образом построили левую гомотопию, а после этого мы, значит, это самое. Ладно, давайте вот я дам, оставлю в качестве задачи, то есть вот мы можем тогда, значит, после этого взять композицию с этим же Y, у нас получится уже, что эти лево гомотопные, но второй объект будет фибрантным, а значит, они право гомотопные. И после этого я, значит, эту правую гомотопию, у меня есть вот Q от X, R, Q от Y, и дальше я должен эту правую гомотопию поднять до правой гомотопии между вот двумя какими-то выборами. Давайте я это все оставлю, потому что это уже была кита, и, в общем, я сейчас запутаюсь уже. Ну, это понятно, в общем, что происходит, я думаю, и так как вы ребята умные, вы вполне себе это все решите, те, кто не знает. Вот, прекрасно, да? А, значит, теперь, почему это вообще, то есть, ну, вроде да, вроде почти все доказали, теперь, значит, почему, давайте вот последний шаг, почему существует вот это вот F со звездочкой, если F переводит слабые эквивалентности в изоморфизмы. Да, давайте я, значит, нарисую вот эту диаграмму, Q от X в X, F, Y, Q от Y в Y, вот так ее, вроде правильно, хоть сейчас-то нарисовал, вроде правильно. Q от Y в Y, Q от X, значит, в R, Q от X, R, Q от F, значит, R, Q от Y, вот так. Это будет J, X, это J, Y, это P, X, P, Y. Вот, и гамма, заметьте, что вот эта вот гамма из C в Q от C у меня определяется так, что гамма от F равно вот этому вот R, Q от F. Ну, скорее, гамма от F, ну, скорее, гамма от F, потому что там гамма от F, потому что там гамма от F, вот, а теперь предположим, что у меня есть, значит, C в D, некоторый функтор, который слабые эквивалентности переводит в изоморфизмы. Вот, тогда, да, тогда я хочу, значит, определить, значит, F со звездочкой, Q от C в D, да? Ну, вот, идея в том, что я хочу сказать, что, да, что F со звездочкой, ну, на объектах он понятно, как определен, да, то есть на объектах у меня Q от C, оно на объектах, вот это гамма, оно на объектах тождественно, поэтому на объектах вот это F со звездочкой определено точно так же, как F, это не вызывает вопросов. Вот, теперь мне нужно этот F со звездочкой определить на морфизмах. Значит, идея в том, что я хочу сказать, что вот если у меня есть морфизм F из X в Y, то я F со звездочкой от F, ну, хочу определить, как... Мы сказали, причем даже несколько раз, это было вот записано, где, блин, где-то тут, что, вот. Гомотопические, давайте я так оставлю, так как мне доска все равно не нужна. Вот, гомотопические классы отображений. Вот, и я теперь хочу, 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 хочу сказать, что, значит... А, нет, когда нужно брать не F из X в Y, а F из X в Y, потому что не ясно, почему стрелка из Y в Y в Y, когда она приходит из стрелки из X в Y. В смысле? Это вы имеете в виду насчет вот определения вот этого F со звездочкой? Нет, нет, ну вы говорите, что это звездочкой F, это что-то у нас, значит, D-R, это стрелка из X в Y. Но по определению, стрелка гомотопической категории, она не стрелка из X в Y, а стрелка из X в Y. Да, 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 совершенно верно, да. Почему она приходит из стрелки из X в Y в Y в Y? Нет, ну, поэтому я хочу определить вот эту вот штуку, я хочу определить вот так вот, как бы. Вот так. Могу попробовать? То есть как такой... Нет, такой стрелки не бывает. Почему не бывает? Нет, ну оно не бывает в Хоа-Ц, но в D-то бывает, потому что D переводит слабые эквивалентности в изоморфизма. Нет, ну да, значит, это есть? Нет, нет, это довольно путное место, но, по-моему, я все правильно говорю, да. Сейчас, ну, помните. Но тут в томатопической категории есть стрелка из X в Y, которая не приходит с K в Y. То есть это же стрелка из X в Y по какому-то мобору. А, вот так вы говорите. Но там есть какие-то стрелки, которые не приходят. теоретически могут быть конечно ну наверное могут быть да почему нет сейчас ну и ну на самом же деле я вот ну да то есть я же нет ну вот морфизм вот в этой категории язык выигрек он по определению определяется как гомотопический класс вот такой стрелки то есть из гомотопической категории да то то есть значит нет но у меня же тем не менее ну да да это это правильно да да то есть то то есть да это правильно конечно да да я извиняюсь да это правильно то есть я должен взять я неправильно писал да спасибо большое то есть это это вот некая гомотопический класс у которого я могу взять некоторые представители но при этом на самом деле этот представитель не единственный и но допустим мне все равно надо вот что я собственно знаю у меня есть функтор f то есть я знаю куда там переходят морфизмы из из c а мне нужно куда-то определить вот перевести вот этот морфиз ну да в принципе это не проблема да но просто на самом деле для его образа для его образа в d я могу написать простую формулу а именно я могу его представить как вот такую вот штуку и при этом вот каждая вот из этих стрелок вертикальных она в d будет изоморфизмом потому что он слабый конец приводит в изоморфизм то есть на самом деле я могу ну да то есть принципе это даже даже мне тут не надо ссылаться на то даже не надо ссылаться на ту лему которую я доказывал что гомотопные отображения наверно не надо переходят в равные да потому что ну да ну в общем да то есть вот правильно говорите то есть вот я определяю для ну я не знаю вот для такого там f тоже там силь . да вот я определяю там f со звездочкой от f силь . точно так так же как f от f тиль . да ну да и дальше мне надо показать что это определение корректно но тут действительно у меня есть два способа рассуждать либо я могу сказать что любые два таких f тиль . они гомотопные по той конструкции которые вот я не закончил там цилиндрами а f вот по той леме которую мы доказывали он приводит гомотопное отображение в равные то есть это корректно определено а значит другой вариант рассуждения заключается в том что для любого такого вот я могу просто написать я вам применить к этой диаграмме функтор f вот и заметить что вот эти вертикальные стрелки будут изоморфизмом и поэтому это определено однозначно вот тоже верно вот ну и дальше мне надо как бы показать чего мне надо показать что вот эта диаграмма коммутативно ну но это вроде бы совершенно напрямую следует то что на объектах то она просто ну совершенно очевидно что мутативно не надо показать на морфизмах но вот я беру там x y значит морфизма здесь определяется как вот эти классы гомотопической эквивалентности потом я к этому применяю значит вот f да и и это да да и дальше мне надо сейчас вот на этом шаге надо использовать диаграмму да да все это на любое как бы оно не приходит да да правильно говорите да правильно да оно любое да то есть то есть тут мне надо то есть на предыдущем шаге не надо использовать такие лему что любые два гомотопных переходят в одинаковые да правильно да а теперь значит на этом последнем шаге вот мне нужно использовать да мне нужно использовать то что то есть вот f от f вот f то есть мне нужно сказать что вот f от этого морфизма но все-таки вот мне кажется что это как тоже что-то неправильно тут какие-то какая-то тут есть вот если что вот как я сказал такое ощущение что она не будет вот эта диаграмма коммутативно ну почти будет но не знаю сейчас да давайте сделаем это доделаем и закончим так значит нет нет ну на самом деле нет нет все все вроде правильно потому что наш функтор гамма вот этот функтор локализации он переводит вот такое f вот такой гомотопический класс дальше примененный к такому гомотопическому классу f со звездочкой он берет да он он значит применяет просто f вот к этому классу вот а дальше мне получается что надо показать что это что это что ли равно что вот это вот примененная к этому классу f оно равно вот в d если я вот к этому f применяю функторы а это вообще говоря не будет верно но поэтому мне нужно поэтому вот да поэтому мне нужно вот вот на уровне на уровне вот этого вот f со звездочки я думаю я думаю мне нужно как бы вот определять f со звездочкой не просто как f примененный к этому а мне нужно его определять как вот нужно вот эти штуки обратить в d и вот как-то вот так определить то есть чтобы вот это обращение оно ну чтобы вот грубо говоря вот это вот было на уровне f со звездочкой ну да еще вот вот это будет изоморхизм и вот образы при f будут изоморхизмами поэтому я могу в общем тут понятно что вот получается некая нестыковка на эти вертикальные отображения да или я запутался уже просто по моему по моему по моему да по не ну ну я не знаю ну вот ну по крайней мере либо так либо так но мне кажется что веб со звездочкой нужно еще вот вот взять понимаем понимаете мы что ну иначе что получается что вот если мы f со звездочкой просто определяем как как вот к этому вот вот ну на образе по крайней мере да что мы берем вот это арку от f и к нему применяем f то вот дальше нам нужно показать что если мы берем честное вот это вот f из x в y к нему применяем функтор f мы получаем f от x вот f от f f от y то есть мы получаем вот что то такое и дальше нам нужно показать что оно равно равно вот вот это ну то есть оно как бы получается равно с точностью до вертикальных отображений которые при образе f изоморфизма поэтому мне кажется что их надо эти изоморфизма надо там учесть при отображении вот f со звездочкой вот как то так ну в общем по модулю вот этой небольшой неувязочки это все рассказал не да в общем на самом деле тем не менее вот интересный интересный вопрос и вот если посмотреть например вот вот эту книжку рил синюю которая является своего рода ну некоторые версии переписаны упрощенной книжки там кана двайера хиршхорна есть такая четырех авторов недавно вышла книжка называется гомотопические там пределы и что-то там вот и в принципе там вот такая наука что производные функторы можно считать с помощью того что они называют функторами деформации что-то меня вот возникает такой вопрос почему то есть то есть вот то есть вот где где вот я в этом месте вот во всем что я так делаю где я вижу вот такие специфические резольвенты типа как резольвенту картана элленберга то есть это мне кажется этот вопрос надо ответить я к следующему разу постараюсь ответить может вы тоже придумаете ответ ну я не знаю я не знаю я просто вот готовился мне пришло в голову что в принципе получается некоторая неувязка вот потому что потому что в модельной структуре на комплексах вот там вот эти резольвенты картана элленберга совершенно не имеют никакого отношения то есть модельная структура определяется просто через комплекса проективных объектов картана элленберга ну может быть и можно сделать вот да да а общее будет нефункториальная вот например а с нефункториальной вот этого то что реал или кандвайр там и два других хирш хор на еще кто-то пишут а это просто не получится что вот этот вот функтор у них есть такой концепт деформейшн фун фанктор это не имеет никакого отношения к тому что я вот про деформации до этого говорил это как бы так это скорее вот такой вот функториальная замена ну это грубо говоря они делают они как бы хотят просто вот определить вычислительно то есть не научно научно он как там какое-то расширение кана определяется производный функтор они хотят его вот определить на уровне подсчета то есть на уровне резольвенты они говорят что для этого нам нужно значит иметь некоторый функтор деформации на которой уже вот после применения этого функтора уже слабой эквивалентности переводится в изоморфизма как вот наш функтор который мы хотим взять дирайт то есть мы хотим как бы взять объекты приспособлены к нашему ну да то есть если взять например две проективных резольвенты гомологической алгебре то любой левый точность справа функтор он переводит квази изоморфизм в изоморфизм правильно вот 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 как бы хочется это но дальше у нас есть какие-то другие объекты типа как там плоские модули например или какие-то там вялые пучки и все такое вот хочется как бы вот сказать вот вот это вот приспособленный объект из гомологической алгебры сказать вот они это все там проговаривают удивительно что они проговорили это так недавно потому что в принципе в гомологической алгебре это было самого начала то есть мы не обязательно считали там с помощью проективных или инъективных резольвент мы также считали все эти там производные функторы ну для каждого там функтора там для тора считали с помощью плоских модулей для там пучков этих считали любую цикличную резольвенту они проговаривают вот эту ацикличную резольвенту и более-менее что они говорят что что нам нужно нам нужно сопоставление каждому объекту резольвента ацикличный для данного функтора нам нужно она функториально вот они говорят что так скоро как у нас есть функториальная за вот есть вот это они называют функтором деформации то есть если у нас есть вот функториальная замена Даже для фибрантного или кофибрантного, если есть функториальная замена объекта на кофибрантный, то для любого левого функтора квилина можно считать, соответственно, derived функтор с помощью этого. Но она должна быть функториальной. Это интересно посмотреть, как это все связано с этими делами, как это вычислительно считается в гомологической алгебре, чтобы поставить точку и чтобы не было вопросов. Потому что в гомологической алгебре просто так недостаточно взять какую-то проективную резольвенту, которая квазизоморфна. Тогда не будет верно, что два любых выбора дадут одно и то же. Нет, не-не, сейчас. Приктивные резольвенты, две практивные резольвенты всегда томатопические эквиваленты. Я хотел сказать вначале, когда мы обсуждали, что этаном, ну, маркизом, значит, 8. Не-не, но это вы говорите, это для объектов, а мы говорим про комплексы. Не важно, любой милокатикой аналог. Да, две практивные резольвенты всегда томатопические эквиваленты. нет но если вы у одного объекта считается а окей да 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 понятно да да возможно да возможно вот в этом да 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 точно понимаю но здесь пока и в этой в этой нет ну нет я думаю что это как-то ну нет ну по крайней мере смотрите если вот вот по крайней мере вот это какая-то большая наука но вот то что мы вот тут делаем это мы просто заменяем вот допустим с точки зрения гомологической алгебры некий комплекс на проективную резольвенту вот просто хватит заморкну вот этому вот в этом смысле вроде этого недостаточно все кофеврантные замены гомотопические эквивалент это правда нет они в каком смысле эквивалентной нет если есть 2 кофеврантные замены то есть слабая эквивалентность они слабые эквивалента то есть если но это даже легко показать если у нас есть там допустим q от x оно отображается в x да есть другое там q штриха от x оно тоже не функториальные просто для какого-то конкретного в x тогда вот эта диаграмма знает это будет соответственно слабая эквивалентность и фибрантность да допустим а это будет кофеврантность поэтому есть вот такая стрелка вот они эта стрелка это значит слабая эквивалентность соответственно потому что тоже слабая эквивалентность между кофеврантными объектами но отсюда все объекты фибрантно поэтому это да да то есть я дугая какая увязка к этому вот всяких этих комплексов картана элленберга да вот как смогут вопрос такой вот как с помощью этой науки доказать что две проективных резольвенты допустим одного объекта вот ну допустим модуля они гомотопически эквивалентны ну вот вот мы вот в гомологической алгебре вы там строите шаг за шагом справа налево да если у нас есть проективные резольвенты это одного если у них допустим к гомологии только в нулевом месте допустим и вот так шаг за шагом справа налево строите значит ну отображение потом там гомотопии но помните да как это делается то есть то есть да нет а тут а тут получается так вот например то же самое что вот допустим x это вот у нас категория комплексов допустим которые ограничены справа то есть у любой объект фибра цена кофе брантин это значит просто почлена проективной вот у нас допустим есть две проективных резольвенты вот одна его другая то есть это два суективных отображения которые индуцируют изоморфизма на когмологиях и при которых значит каждый член проективен да то есть вот вот это то что написано тогда мы можем достроить это вот до такой диаграммки и значит поэтому у нас по вот это аксиоме есть такая штуковина это штуковина будет слабой эквивалентностью потому что этот треугольник коммутативен и в нем вот эти два стрелки слабой эквивалентности значит по теореме этой аксиоме то есть два из трех вот вот то есть два из трех да это тоже будет слабая эквивалентность правильно а значит дальше мы можем применить теорему айтхи да потому что то есть нам нужно показать что они гомотопии нету конечно надо конечно надо еще сказать что вот это гомотопические там потеря то что мы в этом смысле гуман english из его ленты говорим это то же самое что гомотопические эквивалентное смысле гомологического это мы можем сделать левую гоме部 мы можем таким образом интерпретировать я думаю вот ну и та и получается что это значит вот эта слабая эквивалентность но между фибрантными кофибрантными объектами а не кофибрантный по построению ахе браете на любой значит сиарема вайт Expressся говорит что это штука является гомотопических колен но только Для этого рассуждения нам нужен вот линк такой между гомотопической эквивалентностью в смысле гомологической алгебры, когда у нас там df плюс dh плюс da минус там. Ну вот то, что у нас в гомологической алгебре, плохой мел, сейчас будет видна разница, но вот это dh плюс hd равняется f минус g. Вот это называется, что f и g гомотоп в смысле гомологической алгебры. А тут у нас есть, значит, вот цилиндр, то есть если у нас есть два объекта, ну вот там один комплекс l1 и l2, и вот есть между ними там два отображения, то вот у нас тут есть понятие цилиндра, да, то есть вот l1 цилиндр, там l1, как это там, вот так сумма, это будет сумма, плюс l1, это, значит, должно отображаться h в l2, и вот это будет там fg, а это будет, соответственно, какой-то там i. Вот, и нам надо просто показать, что вот такое понятие гомотопии, это то же самое, что вот такое, на самом деле, для некоторого выбора вот этого цилиндра на l1. Но это задачка, это можно показать, это задачка. То есть просто можно показать, что это, на самом деле, одно и то же. Но выбрать в случае комплекса. В случае комплексов, да-да-да. То есть это, на самом деле, в частном случае, даёт то же самое. Нет, но это, да, то есть теорема Лайтфеда, в частности, она окучивает вот это вот лему сравнения. Ну, это не самое, не самое концептуальное, ну, это, да, Ну, да, то есть так, наверное, и есть, да, так и есть, но при этом, конечно, ну, это не значит, что так надо школьникам объяснять, то есть школьникам легче. Нет, всё надо так постепенно объяснять, да? Нет, там какая-то вопрос, как бы, что играется и значит, что значит даже при самом деле. Ну, нет, но тут же можно, можно же построить вот эту штуку. Ну, можно, наверное, просто, я бы, ну, как её можно построить? Ну, наверное, можно, давайте вот попробуем. Вы сейчас мне сами подскажете, как построить, как построить цилиндр от комплекса. вот как построить нам цилиндр от вот как вот эту штуку построить цилиндр от комплекса но это я думаю то же самое что там в гомологической алгебре как-то называется там цилиндр даты что это не чтобы должны сделать ну я бы да ну можно можно я предложу некоторую вот мысль мне кажется что нужно вот взять в степени там 00 и минус 1 вот здесь надо взять l плюс l два раза здесь взять одну l и взять вот этот вот горизонтальный дифференциал который переводит x в x минус x то есть который как бы а они тогда получаешься все убью да а нет 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 не дала не наоборот все правильно да то есть я скажу что вот да то есть вот тут вот d вот тут d от x будет равняется равняться там x в первом вот этом и минус x во втором то есть я как бы таким образом их отождествлю вот после этого я беру тотальный комплекс вот это получается бекомплекс такой я после этого беру тотальный комплекс вот у меня получается нечто но я думаю что это хороший кандидат на цилиндр на самом деле да 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 вообще в общем эта задачка ладно то есть сейчас шейношка тавился это это задачка и действительно да вот это вот царем уайтхида в частности говорит вот вот это но быстро и насчет как бы картана элленберга вы меня до конца не не убедили почему-то надо как-то ведь ведь вот когда вы считаете какие-нибудь вот гиперка гомологии то есть производные функторы от от канула в призвать обычными голове школы от комплексов на комплексов пучков да вы же не можете просто вот взять как-то там по члена ну вы не можете просто взять какой-то бекомплекс ну например выбрать проективную резольвенту у каждого члена вашего комплекса так чтобы вот все стрелки были ну что это был бекомплекс такой и потом взять его сумму ну сумма будет квази эквивалентно вот этому но это будет как бы ну вроде неправильно то есть там так недостаточно да да вы это знаете лучше чем все ну хорошо от цикличных объективных каких-нибудь ну да не не ну вот потом вот оказывается просто выбрать такой вот то есть там вот какой то есть такое более тонкое условие насколько я понимаю и хочется его ну может быть я сейчас может быть я уже просто не выспавшись говорю ерунду ну смотрите я не задать следующий раз попробуем в начале занятия это обсудить будет следующую субботу меня следующую неделю не будет вот сейчас я вообще убегаю но в следующую субботу будет как как штык буду я и будет занять все давайте мы тогда сейчас по-быстрому попробуем отсюда свалить сейчас что recording start